В тот самый момент, когда этот сюжет выйдет в эфир, вот эти два автомобиля, две Нивы будут уже на фронте. Они отправятся на два направления, Запорожское и Донецкое, и отвезут помощь пяти различным соединениям. Поведут все самое необходимое, от амуниции до продуктов. Этот склад с гументаркой в Покровопригородном хорошо знаком волонтерам. Но даже они удивились, когда узнали, с какой скоростью в этот раз удалось собрать деньги на нужды фронта. Фактически всего за неделю с небольшим неравнодушные люди прислали более 700 тысяч рублей, на которые удалось купить Нивы. Объявили клич, часть денег он сам прислал, то есть они скинулись со своим водителем. Объявили клич, и люди с всего Тамбова, с нашей области отовсюду начали откликаться. То есть это Жирдевский район, это Токаревский район, прокуратура нашего города нам помогла, то есть Россельхоз. Очень много людей откликнул, за что им огромная благодарность от ребят и от нас лично. Обе машины приобрели в нашем регионе. Технику выбирали тщательно. За несколько дней Виктор посмотрел 36 авто. Внедорожники должны быть в хорошем состоянии, но внешне выглядит, мягко говоря, неказисто, чтобы на линии боевого соприкосновения не привлекать внимание врага. Естественно, авто не пустые. В багажнике и салоне каждой машины отправится гуманитарный груз. Это технические средства, это спецомундирование, средства защиты, это в том числе и бытовые, гигиенические, это и еда, это и вкусняшки, и влажные салфетки. В общем, здесь действительно большая сборная груза. И именно в данный момент сейчас везется все самое необходимое, потому что машины небольшие, как бы основная цель сейчас – это доставить транспорт. Как выяснилось, заказ на вторую машину пришел буквально в день нашей съемки. Вопрос чудом удалось решить оперативно, и уже в данный момент вся эта техника верой и правдой слушает нашим военным на передовой. Ну а волонтеры фонда «Добра всем» готовятся к сбору новой партии гуманитарной помощи, которую очень ждут по всей линии фронта. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей.